Здравствуйте! В эфире итоги недели телеколонка «Свой взгляд» и самые заметные ее события. О них мы вам и расскажем. Кавикулы закончились, но ковид продолжает косить. Сотни в госпиталях и более 700 на амбулаторном лечении. Когда же будет долгожданный социальный уровень безопасности и наступит ли он вообще когда-нибудь? А вы на Мальдивы или в Доминикану? 300 антител – это уже защита, а у вас их сколько? Угадайте самое популярное слово в этом году. Об этом чуть позже. Хотите поработать? Для вас больше 500 свободных рабочих мест, то есть вакансий. Сегодня средняя заработная плата более 42 тысяч, верите? Но это официальные данные. Штурмовать кабинет, где якобы дают медотводы, бесполезно. Медотвод получают единицы и даже среди тех, кто всю свою жизнь стоит на учете по заболеванию, то есть является хроником. Получаются прививки для всех. Об этом и другом мы сейчас с вами и поговорим. То есть пройдемся по главным точкам нашего с вами общего интереса. Простыми словами, о самом главном. Итак, закончились федеральные нерабочие дни, которые длились с 30 октября по 7 ноября. Изначально объявить в стране, во всей стране длинные выходные предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Она выступила с этой инициативой на фоне рекордного роста заболеваемости и сопутствующей смертности. Ситуация с ковидом остается напряженной. Количество заболевших не падает, наоборот, продолжается рост. Оба отделения нашей больницы инфекция и хирургия, приспособленная под ковидных больных, по-прежнему заполнены. К тому же амбулаторно, то есть дома, лечится более 700 человек. В то время, когда еще в недавнем прошлом их было 300, и это считалось много. Плюс есть и те, кто не обращается за помощью и лечится сам. Госпитализацию медики предлагают всем заразившимся, кому за 60+. Кто сегодня болеет относительно легко, отказываются от больницы. Но необходимо учитывать ситуацию с этим коварным заболеванием, потому как болезнь развивается непредсказуемо и может меняться буквально каждый час состояния. Сегодня в отделениях по-прежнему лечится порядка 90 пациентов спасением, по словам медиков, ну и рекламных роликов, конечно, в прививках. За три выходных дня в Кристалле прививалось по 70-80 человек ежедневно, а в школе номер 7 по 35-40. Это порядка 360 в общей сложности. Но, по словам главы, это низкие темпы. Чтобы образовался коллективный иммунитет, нужна цифра 60. Нашими темпами мы можем достичь этой цифры к середине января. Это поздновато. Глава ставит конкретную задачу – ускорить процесс вакцинации. На сегодня продолжают работать три пункта. На СЛК «Цемент» в больнице по-прежнему в порядке очереди по талонам кабинет вакцинации и спутникам ВИ. И также продолжают вакцинировать в Кристалле. Там медики работают с 8.30 до 12.30. Рассказывают, что 5 ноября, к примеру, народ занимал очередь с половины шестого утра. Вскоре в очереди было уже 27 человек. В итоге в небольшой зал к началу работы медкомиссии забилось еще три десятка. И народ все продолжал подходить и ждал уже на улице. Самые сознательные, уверенные в пользе прививки в первую волну привелись. Теперь идут ранее сомневающиеся. И остаются ковид-диссиденты, упертые и уверенные в своей правоте. На сегодня цифра привитых приближается к 40%. Но есть еще и переболевшие. Их много. С кем не заговоришь, большинство отвечают, что болел. Вот мне интересно самой, учитывают ли их в статистике в общем проценте. Похоже, что нет. Иначе социальная прослойка, наверное, была бы. Но почему-то загадочным образом все больше и больше заражаются и болеют. Как непривитые, так и привитые. Но привитые, понятно, справляются с болезнью легче и без серьезных последствий. Это тоже не только статистика, это факты. Если не хотите стоять в очереди, есть еще выход просить руководителя вашего предприятия пригласить медиков в коллектив. Но в этом случае должны быть, конечно же, несколько человек. Ну, во всяком случае, хотя бы десяток. Чтобы не отвлекать и без того загруженных медицинских работников. К тому же, QR-коды никто не отменял. И быть привитыми значит иметь свободный доступ везде, где требуются QR-коды. Продолжают работать и контрольные группы с требованием носить маску и держать социальную дистанцию. Ну, всегда стараюсь делиться с вами всем, что заинтересовало лично меня. Многие решили, что 10 нерабочих дней – это шанс продлить лето. И рванули за границу. Кто в Турцию, кто на Мальдивы, кто в Танзанию, Доминикана. Это я о своих знакомых, о ком конкретно знаю. Поздравляя одну из них с 7 ноября, она в ответ – у нас ночь, я в Доминикане. Кстати сказать, но людей, которые имеют более 300 антител, можно не распространять коронавирусные ограничения. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гейнсбург. В интервью «Известия» Муса добавил, что 500 единиц – это вообще идеальное количество антител для защиты от заражения ковидом. Также он отметил, что 300 международных единиц антител полностью защитят от дельта штамма коронавируса. Если меньше, то нужно вакцинироваться, добавил он спутником Лайт. «Количество вакцинированных за период нерабочих дней в России выросло в 4 раза, а должно было в 10 для того, чтобы одолеть эту инфекцию за несколько месяцев», – сказал он. «Ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны», – резюмировал Александр Гейнсбург. Хотя с доводами его согласны далеко не все ученые. Оксфордский словарь назвал слово «вакцина», «вакцинация», «вакцинироваться» словами 2021 года. В этом году слово использовалось, как посчитали статисты, более чем в 72 раза чаще, чем в 2020, говорится на сайте словаря. «Вакцинация» – это наш мир 2021 года. Ни одно слово не отражает так атмосферу года лучше, чем слово «вакцинация», – подчеркнули филологи. Оксфордский словарь составил список еще наиболее часто упоминаемых других слов. В него в этот список вошли лесные пожары, импичмент, коронавирус, ковид-19, локдаун и слово «белорусский», по понятной причине, и некоторые другие. А Государственный институт русского языка имени Александра Пушкина назвал словами года самоизоляцию и обнуление. Составители американского толкового словаря, например, назвали словом уходящего года существительная пандемия. По версии Яндекса словами года стали карантин, пропуск и конституция. Итак, с вами итоги недели телеколонка «Свой взгляд». Октябрь 1961 года считается временем образования совхоза «Сухоложский». 60 лет назад он был преобразован из колхоза «Ленинский путь». У хозяйства были несколько направлений за это время работы. От выращивания овощей и зерновых до, представьте себе, разведения кроликов, ну и крупного рогатого скота. Совхоз в советские времена строил много жилья. Но, пожалуй, то, что мы сегодня имеем, именно в те времена и было возведено. Но совхоз же для своих работников построил и ввел в эксплуатацию также социальную и коммунальную сферы. Три десятка лет к победам и к лучшей жизни коллектив ввел Анатолий Шилов. Анатолий Аркадьевич – заслуженный работник сельского хозяйства, почетный гражданин города. Сегодня хозяйством руководит Наталья Машегова. Хозяйство успешно развивается и остается в числе лидеров по производству молока на первых местах. В Свердловской области пишет на своей странице глава города Роман Валов. Производственные показатели сельскохозяйственных предприятий нашего городского округа, кстати сказать, за прошедшие 8 месяцев несколько снизились. По реализации мяса, например, на 8,4%. Но при этом по производству молока хозяйства стали в сравнении с прошлым годом выше производить молока, аж на целых 6%. Средняя заработная плата в нашем городском округе составила за 8 месяцев 42 151 рубль. А средняя заработная плата для сравнения в Свердловской области за 7 месяцев этого же года составила 46 690 рублей. Заработная плата работников обрабатывающих производств поконкретнее составила аж 52 300 рублей. А в сфере ЖКХ она составила 27 000 рублей. У работников сельского хозяйства 37 500 рублей. В образовании у педагогических работников общего образования 40 186 рублей, в том числе учителя, в среднем получают 40 374 рубля. У педагогических работников дошкольных образовательных учреждений зарплата составила 38 548 рублей. В муниципальных учреждениях дополнительного образования зарплата за 8 месяцев составила 38 467 рублей. А в медицине у врачей, работников с высшим образованием, причем занятых сутками, 78 992 рубля. У среднего медицинского персонала 33 745 рублей, а у младшего медперсонала 38 884 рубля, она выше. В культуре у работников учреждений культуры 35 915 рублей, а у педагогических работников учреждений дополнительного образования детей 41 932 рубля. Средняя трудовая и государственная пенсия по итогам, опять же, 8 месяцев составила 15 744 рубля, превысив показатели аналогичного периода, то есть прошлого года, на 5,8%. На пенсии продолжают обесцениваться, в прошлый раз мы с вами об этом говорили, все эти 8 месяцев, начиная подряд с февраля, на фоне высокой инфляции. Это следует из данных Росстата. В июне, июле и августе, например, реальный размер пенсии уменьшился на 1%, а в сентябре аж на 1,8%. Общая численность пенсионеров, кстати сказать, на нашей территории, на 1 июля этого года, 15 090 человек, а в 2020 было 15 463, что составляет почти 32 от численности постоянного населения городского округа, 32%, или 58,3% от трудоспособного населения нашего городского округа. За аналогичный период прошлого года эта цифра была чуть более 61%. Снижение числа пенсионеров, ну понятно, да, произошло благодаря пенсионной реформе. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года эта цифра составила, уменьшилась на 373, таким образом, человека. Задолженность жителей за коммунальные услуги традиционно растут в среднем на 10% в год, ну а за 8 месяцев этого года цифра составила 153 миллиона рублей. Она увеличилась более чем на 7%. Демографическая ситуация в городском округе повторяет тенденции прошлого года. Сохраняется превышение смертности над рождаемостью. Естественное убыль населения за 8 месяцев, опять же, нынешнего года, 221 человек. В 2020 году эта цифра была 161 человек. За 8 месяцев, получается, ушло с жизни 221 человек. В 2020 году, уже сказала, да, 161, родилось 287 детей на 6 детей больше, чем в прошлом. Ну а смертность стала выше на 60 человек. С 15 октября началась перепись населения. Есть три способа переписаться. Можно прийти на переписной участок во дворец культуры «Кристалл», в ледовую арену, в МФЦ, либо в горком хоз. Другой способ – ждать переписчика дома, но времени уже остается совсем мало. И третий – самому сделать это через портал госуслуг. Перепись – это очень важно. Времени остается совсем немного. До дворца культуры «Кристалл» дойти несложно. Во время прогулки, к примеру, зайдите в клуб моряков, то есть от входа в «Кристалл» направо и на второй этаж снова направо. И там вас ждут. Перепись займет ровно 5 минут. И это, конечно, вас нисколько не зруднит. С ужесточением санитарных требований народ стал в буквальном смысле штурмовать, ломиться в кабинет комиссии врачей с требованием медотвода. Требуют, ругаются, убеждают и даже угрожают, рассказывает заместитель главного врача больницы Лариса Павлова. Медотвод сегодня, пожалуй, главная официальная причина, на которую ссылаются те, кто не может или не хочет делать прививку. Но как именно он выглядит и по каким причинам его выдают, знают немногие. Медицинский отвод от вакцинации – это заключение не одного врача, а целой медицинской комиссии. Но если вы до этого момента не наблюдались в поликлинике, о вашем заболевании никому не известно, то вас, скорее всего, для начала отправят на обследование и на анализы. Или вовсе отправят, потому как вы никоим образом не подходите под медицинский отвод. И если даже в далеком прошлом, когда-то у вас был, предположим, отек к венке, или вовсе смешной повод, вам надо попасть в баню, вы пришли за медотводом. Детский сад номер 27 в Сиренопыш-Минском и дети из поселка Алтыная, школу номер 3, получили по новому школьному автобусу. Теперь в городском округе 450 детей из отдаленных деревень в сопровождении взрослых будут перевозить в школы и детские сады и обратно 9 школьных автобусов. Автобусы все подключены к системе ГЛОНАСС и к единой дежурно-диспетчерской службе, что обеспечивает, безусловно, безопасность передвижения. Готовится к сдаче дом, построенный дорожным предприятием «Знамя». А в доме номер 40 Побелинского губернатор обещал выкупить 25 квартир для медиков и учителей, приехавших на работу в городской округ. Глава городского округа Роман Валов попросил приготовить списки врачей, учителей, которые нуждаются в жилье. Но из негатива вода изливалась в подвал многоквартирного дома в течение всех праздничных дней, якобы никто на жалобы не реагировал. Но с этим фактом следует отдельно разбираться. И второй факт, с которым следует разобраться, это пожилой человек, но не одинокий. Есть дети, сын военный где-то и дочь вроде как в городе. А 80-летний пожилой человек, похоже, с деменцией забыт и покинут. Соседи боятся, что может что-то по забывчивости натворить. Лежит и живет в полной антисанитарии и, по словам соседей, аж с опарышами. Сообщили в соцполитику, ну и, конечно, взяли на контроль. С понедельника, 8 ноября, очно будут заниматься дети в школах с 1 по 4 класс. С 5 по 11 дети переходят в заочный формат обучения. Ну и, наконец, под занавес. Вы знаете, что благотворительность наполняет нашу жизнь особым смыслом, ну и душу благотворителя, конечно же. Тем более теперь, когда в добром слове, внимании, помощи нуждается все больше людей. Это все на сегодня. Наша зрительская аудитория продолжает расширяться. Нас смотрят не только в Соком Лагу, но еще в 14 плюс лежащих в больших и малых городах и населенных пунктах. Все наши новостные и авторские программы одновременно с эфиром мы транслируем в соцсетях в режиме реального времени в 10, 14 и 19 часов по будням. Удобно смотреть нас и в собственном телефоне. Если вы не успели досмотреть эфир или посмотреть его не полностью, или вообще у вас не хватило времени, смотрите нас на наших страницах ВКонтакте, Одноклассниках и Ютубе. Мы продолжаем знакомить вас с основными событиями в ежедневном режиме. Теперь у нас в эфире еще и новости Иннокентия Шеремета. Его любят зрители. Пишите, звоните, сообщайте, о чем не можете молчать и что вам показалось интересным или полезным для других. Итак, до новой встречи, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»